Приветствую всех, кто присоединился к просмотру нашего YouTube-канала. В эфире Могилевская региона очередной выпуск передачи «Судовый конвейер», который для вас веду я, журналист Владимир Лапцевич. Как обычно, речь пойдет о наиболее интересных судебных процессах, которые проходили в наших краях на уходящие недели. Сегодня в программе. В Могилеве политзаключенные брестские блогеры осуждены на три года колонии. Активисты БМ оштрафованы за флаг на балконе после трех пыточных арестных сроков. Могилевчанину грозит два года домашней химии за оскорбление сотрудника ГАИ. Двое бавруйских экс-чиновников приговорены к шести годам колонии по обвинению во взятках. Судья Октябрьского райсуда Могилева Ольга Кравченко приговорила брестских блогеров Александра Кабанова и Сергея Петрухина к трем годам колонии общего режима. Приговор полностью соответствует тому наказанию, которое затребовала прокурор Амосова. Петрухина Сергея Сергеевича, задержащегося под стражей с 25.06.2020 по настоящее время. В совершении преступлений предусмотренных статьей 391 частью 1 статьи 342 статьей 369 УК Кабанова Александра Александровича, задержащегося под стражей с 25.06.2020 по настоящее время. В совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статья 342 статьей 369 УК Кабанова. Окончательно назначить Петрухину Сергею Сергеевичу наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Окончательно назначить Кабанову Александру Александровичу наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Срок отбытия наказания в виде лишения свободы, обвиняемого Петрухину Сергею Сергеевичу и Кабанову Александру Александровичу, исчисляя с 14.04.2021. За честь Петрухину Сергею Сергеевичу срок наказания и время содержания его под стражей с 25.06.2020 по 13.04.2021 из расчета один день содержания под стражей соответствует одному дню лишения свободы. За честь Кабанову Александру Александровичу срок наказания и время содержания его под стражей с 25.06.2020 по 13.04.2021 из расчета один день содержания под стражей соответствует одному дню лишения свободы. Помимо основного наказания, блогеры должны также солидарно выплатить 1500 рублей сотруднику Могилевского ОМОНа Виталию Автушенко. Об этом также просила прокурор, полностью поддержав гражданский иск милиционера. Адвокаты блогеров настаивали на оправдательном приговоре, утверждая, что вина их подзащитных никак не доказана. Исходя из непризнания вины моим подзащитным, конечно, полностью с приговором не согласна. Не согласна, потому что сам Петруфин считает его незаконным, необоснованным. Ну, те материалы, которые имеются в деле. А сам приговор, как он есть, ну, он уже будет анализировать, когда получит копию на руки. Ну, исходя из меры наказания, исходя из признания его виновным по всем статьям предъявленного обвинения, конечно, он будет не согласен. Ну, судья, вынося приговор, основывается на своем внутреннем убеждении, на анализе, собственно, тех доказательств, которые имеются в материалах дела. Защита и обвиняемые анализируют те же доказательства и предоставляют обоснование своего непризнания, либо обоснование того, что эти доказательства не являются доказательствами. Поэтому будем писать жалобу на приговор, потому что Петруфин явно с ним не согласен. Как и защита. Ну, вот вы как юрист с опытом, что наиболее вас удивило, так скажем, впечатлило в этом процессе, в этом приговоре? Ну, впечатлило, удивило. Не знаю, что впечатлило. Ну, наверное, отсутствие самого обвиняемого моего подзащитного в зале судебного заседания и невозможно сдать свои пояснения по делу. Не согласился с решением суда и председатель Могилевской областной организации Объединенной гражданской партии Владимир Шанцев, соратник Александра Кабанова. То, что им вменяется в вину, что они находятся там, выпуская свои видеоматериалы, значит, добились того, что с 9 августа, когда они его по два месяца сидели в тюрьме, находились, это привело к тому, что народ вышел на улицу. То есть они их уже назвали главными виновниками того, что народ с 9 августа постоянно выходит на улицу. Ну и длинную цепочку доказали, конечно, значит, вот тут вот, если формулировать, это будет долго. Но вот сам факт того, что подсудимых в зале заседания не было, а удалили их из зала суда за то, что они протестовали, что в первый день заседания в зал набили посторонних совершенно людей, а приехавших родственников, знакомых, и причем из дальних городов не допускали в зал заседания, они протестовали. Их за это удалили. Вот как у нас проходит суд. И в том числе и Петрухин в ходе следствия не давал никаких показаний, говорил, я буду давать их в суде. Его лишили и этой возможности. Поэтому вот внешние факторы тоже говорят о том, что как у нас совершается правосудие. Отметим, что Кабанов и Петрухин отсутствовали на оглашении приговора, как и на других заседаниях по их делу, за исключением первого, которое состоялось 11 февраля. Тогда судья Кравченко решила удалить подсудимых из зала суда, обвинив их в нарушении порядка судебного заседания. Кабанов и Петрухин требовали, чтобы в зале присутствовали независимые журналисты и представители общественности, а не массовка из подобранной публики, лишь занимающая места. После удаления обвиняемые неоднократно ходатайствовали о доставлении их в суд. Но прокурор и судья были против. Судья Ленинского райсуда Могилева Ольга Дроздова наказала штрафом 50 базовых величин активиста творыства белорусской мовы Анатолия Просоловича за бело-красно-белый флаг на балконе. Во время суда мужчина находился под долгим административным арестом ВВС, где тотально нарушаются его права. Согласно материалам дела 25 марта Просолович вывесил на приспособлении для сушки белья на своем балконе бело-красно-белый флаг, но через некоторое время в тот же день снял его. По словам активиста ТБМ, он не проводил никакого пикетирования, в чем его обвиняли, а просто хотел таким образом привлечь внимание понравившейся ему девушке, которая любит белорусские традиции. Для этого он сфотографировал вывешенный флаг у себя на балконе и послал ей фотографию. Отвечая на вопрос суди, намерен ли Просолович дальше каким-то образом использовать этот флаг, он ответил, что нет. Также сказал, что никакой ценности этот флаг для него не представляет, и он раскаивается в своем поступке. Участвуя уже в четвертый раз в своих судебных процессах по видеосвязи, Просолович говорил, что находится в наручниках. Он даже просил судью, чтобы их с него сняли. Ольга Дроздова посоветовала обратиться к охранникам. Просолович рассказал, что уже 19 дней находится под арестом в очень жестких условиях. Так, спит на голых досках, его не выводят на прогулки, не водят в душ. Я тут реально схожу с ума, сказал Анатолий Просолович, попросив наказать его штрафом, а не арестом. В результате рассмотрения дела судья Дроздова принял решение оштрафовать общественного активиста. Напомним, что 9 апреля судья Ленинского Могилева Виктория Полякова наказала семью сутками административного ареста Анатолия Просоловича за найденной у него социальной сети ВКонтакте репост еще от августа 2020 года с логотипом телеграм-канала Nexta, который в октябре 2020 года был официально признан экстремистским. Тогда он также рассказывал, что в изоляторе временного содержания непонятно почему находится на штрафном положении. Просоловичу не передавали передачи, не водили на помывку и не пускали к нему адвоката. По словам общественного активиста, ему отказывались выдавать ручку и бумагу, тем самым препятствуя в написании каких-либо обращений. Будучи задержанным 27 марта, Просолович был осужден также на 7 суток ареста по обвинению в подобном правонарушении, размещении в своем аккаунте в Facebook видео о выставке в Токио с логотипом Nexta. Аналогичный срок ареста он получил и 2 апреля за размещение в той же соцсети документального фото с изображением военнослужащего в форме гитлеровской армии. Это было признано распространением нацистской символики. Прокурор затребовал 2 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа для могилевчанина Константина Шавнева, который обвиняется в оскорблении в соцсети сотрудника ГАИ Александра Киркалова. Согласно материалам дела, оскорбительный комментарий в группе «Народный репортер» в социальной сети ВКонтакте Шавнев оставил в сентябре 2020 года. Комментарий содержал неприличные выражения, которые, как сказал прокурор Александр Дороздовский, нельзя использовать в официальных документах. Обвиняемый, в свою очередь, полностью признал вину и заявил о деятельном раскаянии. Так, в частности, он неоднократно просил о прощении у ГАИшника даже в соцсети и на камеру ВВД Могилевского облсполкома, куда он пришел по своей воле после приглашения. Я прошу извинения, что с моей страницы оскорбили работника милиции. Впредь обязуюсь, чтобы такого не повторилось. Также Шавнев заявил о готовности выплатить Киркалову материальную компенсацию морального вреда, которая после переговоров составила 700 рублей, причем 600 из них обвиняемый уже отдал. Константин Шавнев попросил судью не наказывать его ограничением свободы, а назначить штраф. Кроме того, он просил не конфисковывать его компьютер, где у него помимо рабочих документов хранятся и семейные фотографии. Напомним, что за оскорбительный комментарий в адрес Александра Киркалова ранее был осужден могилевчанин Игорь Митинков. Он был приговорен к двум годам домашней химии и в пользу оскорбленного гаишника с него было взыскано 1 тысяча рублей. В Октябрьском райсуде Могилева бывший первый зампредседателя Бобруйского горисполкома Олег Ковель и эксгендиректор Бобруйск жилкомхоза Петр Ярош получили по 6 лет, заключение в колонии усиленного режима по обвинению во взяточничестве. Признанный взяткодателем их кум, директор ОДО Бобруйс в трой стиль Дмитрий Петровский осужден к двум годам и шести месяцам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Ярош и Ковель, находившиеся под домашним арестом, были взяты по стражу в зале суда. Петровский из-под домашнего ареста освобожден под подписку о невыезде. Помимо основного наказания, судья Наталья Крашкина назначила фигурантом и дополнительное. Так Петровский должен выплатить 300 базовых величин штрафа 8700 рублей. И ему на три года запрещено занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей. Отметим, что 2 апреля 2021 года суд Бобруйска и Бобруйского района уже приговорил Петровского к двум годам домашней химии за уклонение от уплаты сумм налогов в особо крупном размере. Это наказание было поглощено новым приговором. Как незаконное обогащение, с Ковеля взыскано более 15 тысяч рублей, с Яроша свыше 33 тысяч рублей. Бывший первый зампредседателя Бобруйского горосполкома и экс-гендиректор Бобруйск жилкомхоза также не смогут занимать определенные должности в течение пяти лет. Судья вынесла в отношении Ковеля и Яроша то наказание, которое запрашивал гособвинитель. В отношении Петровского прокурор настаивал на двух годах колонии общего режима. Как ранее сообщалось, следователи КГБ обвинили Ковеля и Яроша в том, что они получали деньги от Петровского, чтобы лоббировать его интересы в получении Бобруйской строительством заказов на ремонтно-строительные работы по госпрограмме, а также своевременную оплату выполненных работ. Как сообщили корреспонденту Могилевского района, сразу по окончании заседания Олег Ковель и Петр Ярош они намерены обжаловать приговор, поскольку считают его несправедливым. Родные бывших чиновников уверены, что суд сделал свой вывод, взяв во внимание лишь бездоказательные слова Петровского. В свою очередь адвокат Петровского Сергей Жапченко утверждает, что решение суда справедливое и его подзащитный вряд ли будет обжаловать судебный вердикт. Я не буду комментировать по отношению к остальным обвиняемым, я комментирую только по отношению к моему подзащитному Петровскому Дмитрию Николаевичу и считаю, что приговор законный, обоснованный и справедливый прежде всего. Засадеянный им, я думаю, то наказание, которое назначено, воспринято будет моим подзащитным Петровским как действительно наказание, а не как кара засадеянной защиты. Я думаю, что уверены в этом, что больше Петровского в зале суда в качестве обвиняемого уже не увидим. Я думаю, после отбытия приговора, значит, после исполнения приговора вступления в законную силу, он будет наказанием и будет дальше заниматься своей деятельностью, то есть ремонтом жилья в городе Баруське. То есть обжаловать он вряд ли будет? Я думаю, в такой ситуации это будет, ну, скажем так, совсем серьезно даже его обжаловать. Если, конечно, прокуратура не напишет там протест, не внесет в основной законном срок, мы посмотрим. Пока у нас таких мыслей обжаловать, такой приговор, конечно, же нет. Напомним, что данный процесс длился с июня 2020 года. Такими были наиболее интересные процессы, которые проходили на этой неделе в залах Могилевских судов. А я на этом с вами прощаюсь. Берегите себя.